Сердца Господь Солом Что обещал, знаю и вспомнишь ты верности В твоих руках я не подведешь себя, уверен я Что обещал, знаю и вспомнишь ты верности В твоих руках я не подведешь меня, уверен я Что обещал, знаю и вспомнишь ты верности В твоих руках я не подведешь меня, уверен я Это я Господь, дай каждому из нас иметь эту уверенность Потому что некоторые люди, они не доверяют, они не уверены Но дай нам быть уверенным в тебе всегда и во всякое время Я благословляю это собрание и прошу тебя, Господи Используй сегодня меня, чтобы ты мог через меня накормить народ Дать им слово, которое изменит их жизнь Пусть придет откровение от этого слова Которое станет фундаментом и на котором мы сможем потом строить свою жизнь Благослови каждого человека на этом месте Пусть дух твой святой двигается здесь, двигается в наших сердцах Принося нам откровение, принося нам вспоможение Пусть он благословляет нас, поднимает нас, преобразовывает нас в угоду тебе Пусть он отвечает на все наши просьбы, на все наши нужды Пусть он исцеляет здесь наши сердца, наши тела Прикасаясь к каждой клеточке нашего организма И неся нам и духовное, и физическое здоровье Ты наш целитель, ты тот, кто врачуешь, Господь Не только наши тела, но и наши сердца и души Врачуй сегодня через слово Твое Используй слово Твое сегодня, как скальпий Вскрывай, Господи, этим словом нарывы Вскрывай то, что мы утаили Спрятали, может быть, в себе, но это мешает нам идти за Тобой Пусть сегодня будет произведена духовная операция По удалению всего, что нам мешает идти за Тобой И весь народ скажет Аминь Воздайте Богу хвалу Он достоин Он достоин Он достоин Аллилуйя Спасибо Ему Спасибо Ему Спасибо Ему Спасибо Ему За Рождество Аллилуйя Аллилуйя Повернись своему соседу И скажи ему Радуйся, ибо рожден Спаситель Радуйся, ибо рожден Спаситель Присаживайтесь в любви Божией, братья и сестры Чудесное время Замечательное время Слава Богу за это время И вы знаете Сегодня армянский народ Вот прямо сегодня уже празднует Рождество Христово Завтра мы в России будем праздновать Рождество Христово Тот, кто живет по Григорианскому календарю Он 25 числа праздновал Рождество Христово Вы знаете, дело вообще не в дате Многие запутались, когда праздновать Тогда, когда армяне празднуют Или тогда, когда русские празднуют Не важно, друзья Вообще Это не имеет вообще никакой важности дата Имеет важность само событие То, что Христос родился в этот мир Рожден нам Спаситель Когда это произошло, мы точно не знаем Просто церковь определила себе вот такую дату И празднует Сегодня есть те, которые выстают против праздника Рождества И начинают говорить, что это плохо Да нет, друзья Давайте будем каждый день праздновать рождение Христоса Потому что он не умирал, он родился в твоем сердце И пусть он каждый день становится более живым Живее всех живых Аминь А я хотел бы сегодня вот поздравить особенно армянский народ Вот всех армян хочу поздравить с Рождеством Христовым У меня особенное отношение с этим народом Я покаялся через этот народ Через этот народ Пришло в мою жизнь спасение Через моего друга Владимира Который является армянином И знаете, вот я когда приезжаю в Армению У меня, наверное, ответная реакция У меня все таксисты каются, с которыми я еду Я им проповедую налево-направо Они каются там Я говорю, я мщу вам за свое спасение Я хочу, чтобы весь армянский народ По всему лику земли просто спасся И можно я позову Армена сюда Подойди ко мне Вот на тебе микрофончик Я хочу, знаете, поздравить армянский народ А чтоб он перевел на армянский язык Вот чтоб на армянском языке Простите меня, что я не знаю армянский язык Я в русском еще не разобрался Свой родной не выучил Ну вот, позвал переводчика, помощника Пусть Артур Симонян увидит эту проповедь Узнает, что я могу с переводчиком с армянским работать Может быть пригласит когда-нибудь Слава Богу И тебя увидит, и я скажу, я со своим переводчиком езжу Слава Господу Дорогие братья армяне Мы поздравляем от всей церкви Ковчег Ковчег Который расположен Столицей армянского народа Города Сочи Мы поздравляем вас с Рождеством Христовым С этим великим праздником Который я знаю дорог вашему сердцу Потому что вы тот народ Который отдавали свою жизнь За Иисуса Христа И его рождение для вас Это не просто очередной праздник Это и есть сама жизнь И мы вместе с вами Сегодня радуемся Этому событию И просим и молим Господа Чтобы он вас благословил обильно Чтобы действительно в сердцах Людей вашего народа Воскрес Иисус Родился Иисус И чтобы весь ваш народ Он стал источником Воды живой Через который Бог будет оживлять и другие народы Принося им спасение Я верю Что у вас великая судьба В плане Божьем По спасению мира Благодарим Господа За вас За вас И поздравляем вас С Рождеством Христовым С Рождеством Аллилуйя Слава тебе Господу Аллилуйя Армен Ты тоже не так хорошо знаешь Армянский Как я русский Но ничего Будешь тренироваться Слава Богу Да Слава Господу Слава Богу За это чудесное время Я верю что Бог Так и будет действовать В армянском народе Используя его Для спасения всего человечества И пусть Бог использует Каждую нацию Каждый народ И завтра русский народ Будет праздновать Рождество И я вас тоже поздравляю С этим праздником Слава Богу За это чудесное Прекрасное время Аминь Аминь А сейчас мы будем продолжать Слушать слово О виденье на год И если вы помните В прошлый раз Я говорил что Бог дал нам слово Из Евангелия Атеана 7 глава 38 стих Который звучит Кто верует в меня У того как сказано в Писании Из чрева Потекут реки Воды живой И прежде чем я начну Проповедовать Я хотел бы поприветствовать Всех наших зрителей Которые смотрят нас В соцсетях Которые смотрят нас На канале Вера 24 Поздравить вас С праздником Рождества Христова И пожелать вам Благословения И сказать вам Большое спасибо Что неизменно Вы остаетесь С нами Спасибо им Давайте Поблагодарим Приветствуем вас И в прошлый раз Я рассказывал об истории Когда Израильский народ Праздновал Праздник Кущи Или как его еще называют Евреи Праздник Суккот И когда они шли К источнику Силамскому Иисус сказано встал И провозгласил Что он является Тем единственным источником Который дает Воду живую Текущую Вечность И мы сказали Что Иисус Тем самым призвал Каждого из нас Прийти к этому источнику И пить от этого источника Воду живую Потому что он Тот единственный Источник спасения Который может дать Истинное спасение Потому что Слово говорит Только одним именем Может спастись человек Именем Иисус Христос И нет другого имени И знаете еще что Бог говорит что перед этим Именем Приклонятся все Приклонятся все Из всякого языка Будут исповедовать Это имя Из всякого народа Всякий язык Будет говорить Иисус есть Господь Он есть царь И он пригласил нас Как бы прийти И пить из этого источника И мы сказали что Прийти может Тот кто имеет жажду Во первых Если у тебя нет жажды Ты не сможешь Прийти к этому источнику Ты будешь ходить Рядом Около Возле Но ты никогда не придешь К самому источнику И не начнешь пить И второе Мы сказали Пить будет тот Кто придет И будет брать эту воду Которая дается даром И цель Этого духовного питья Заключается в том Чтобы совершать Со страхом И трепетом Свое спасение Друзья мы должны Совершать Со страхом И трепетом Свое спасение Я не верю в то Вы как хотите Я не верю в то Что однажды человек Просто произнес Молитву покаяния И больше ничего Для этого не делает И все он этим спасен Нет Мы должны Совершать Свое спасение И водой Живой Текущую в жизнь Вечную Является именно Дух Святой Который и помогает нам Совершать наше спасение Он дает Благодать Которой мы спасаемся Вернее от которой Происходит вера Которой мы спасаемся И он дает нам силу И он дает нам инструмент Нам нужен братья и сестры Дух Святой Нам нужно исполняться Духом Святым Повернись своему соседу И скажи Тебе нужно постоянно Исполняться Духом Святым Халилюя И знаете однажды Халилюя Халилюя Слава тебе Господь Однажды Серафим Саровский сказал Что цель христианской жизни Есть стяжание Духа Святого То есть стяжание Это старое русское слово Которое имеет смысл Накопление Другими словами Серафим Саровский сказал Что смыслом христианской жизни Является накопление Духа Святого И он сказал Подобно тому Как люди мира сего стремятся К накоплению земных богатств Истинный христианин Стремится стяжать Благодать Духа Святого Нам нужно накоплять Или стремится К накоплению Благодати Духа Святого И знаете что я увидел Что Дух Святой Наполняет нас Сначала А потом через нас Начинает течь Другим людям Если вы посмотрите На свою жизнь Ну в большинстве своем Есть исключение конечно То многие из нас Спаслись Потому что Кто-то к нам пришел Вот ко мне пришли Однажды И рассказали Об Иисусе Христе И вот сегодня мы В таком же положении Когда Дух Святой Он вначале Наполняет нас А потом через нас Идет Или течет К другим людям И прежде чем Мы сможем Оживить других людей Дух Святой Сначала оживляет нас Нас оживляет Он внутри И знаете друзья Мы пьем Эту живую воду Для того чтобы Стать людьми Через которых Истинная жизнь Потечет в мир Чтобы оживить Умершее Я Потому что люди Которые ходят в этом мире Не знающие Христа Они умерли В Духе Своем Дух их мертв Это не значит что его нет Но он не имеет Сообщения с Богом И им нужен тот Который придет И принесет эту живую воду Которую он и запьет И будет живым Поэтому Дух Святой Сначала оживляет нас И потом мы идем к людям И приносим эту воду И они становятся живыми Друзья И когда мы смотрим На разговор Иисуса С Самарянкой Мы видим Тому подтверждение В словах Иисуса Это написано В Евангелии от Иоанна В 4 главе В 4 стихе Где Иисус Говорит такие слова Кто будет пить воду Он не сказал Все будут пить воду Он сказал Кто будет пить воду То есть Вода живая дается даром Но кто-то ее не будет пить Друзья Кто-то не будет приходить К этому источнику Кто-то не будет иметь жажды Он говорит Тот кто будет пить И я хочу Чтоб ты был именно этим человеком Который будет пить воду живую И он сказал Которую я даю ему Тот не будет жаждать вовек Но вода Которую я дам ему Послушайте здесь внимательно Сделается в нем Источником воды Текущую в жизнь вечную Друзья У того Кто пьет воду Которую дал Иисус Открывается источник То есть Из чрева Текут реки живой воды О чем говорит наше видение И я хотел бы Немного задержаться В этом разговоре Иисуса Христа С самарянкой Который произошел Около колодца Для того чтобы Лучше понять Что имел в виду Иисус Когда говорил Что у нас из чрева Потекут реки живой воды Конечно без сомнения Здесь речь идет о Духе Святом Потому что сам Иисус В продолжении Этого текста В четвертой главе Евангелия от Иоанна Говорит о том что Вернее автор говорит о том Что Иисус говорил О Духе Святом Мы это знаем Но знаете что я увидел Что некоторые люди Связывают Духа Святого Только с чудесами и знамениями Но я хотел бы вас спросить А только ли чудеса и знамения Принес нам Дух Святой А почему мы упускаем Изменения Которые происходят Через взращивание нами С помощью Духа Святого Плодов нашего Духа Почему мы это упускаем И знаете какой я ответ Нахожу для себя Потому что через Чудеса и знамения Через плоды Через которые происходят Через дары вернее Через которые происходят Чудеса и знамения Человеку легче прославиться Слава приходит быстрее Через это А вот через плоды Тяжело прославиться Потому что плоды Сразу увидеть невозможно Мы научились имитировать плод Своим воспитанием Своим поведением Своим религиозным отношением Теми вещами которые Происходят в церкви Мы можем их имитировать Друзья Мы можем видеть Вести вернее себя так Как будто в нас есть плод Ну знаешь я бы хотел Побыть с тобой Какое-то время Чтобы увидеть Действительно ли В тебе есть плод Я бы хотел бы Увидеть тебя в экстремальных В сложных ситуациях И посмотреть Есть ли в тебе мир Когда тебя подрезали на дороге Я хотел бы посмотреть Твое милосердие Когда люди просят у тебя Помочь им А ты сам находишься в нужде Я хотел бы посмотреть Твою кротость Когда тебя оклеветали Незаслуженно Прогнали Незаслуженно Оскорбили И лишь только потому Что ты оказался Не в том месте И не в то время Ты ни в чем не виновен Я хотел бы увидеть Твое долготерпение Когда ты ждешь Обещанного годами И это ничего тебе не дается Я хотел бы увидеть Твою кротость Когда тебя оклеветали Я хотел бы увидеть Твою радость Когда все в твоей жизни Идет не так Как ты запланировал Когда все твои планы Рушатся Я хотел бы увидеть Твое воздержание Когда в церкви Объявили пост А у твоего Самого лучшего Друга День рождения Или и того более Свадьбу И тебя пригласили На эту свадьбу Я хотел бы посмотреть На твое воздержание В этот момент Знаешь что Мне не нужна Твоя улыбка Натянутая По воскресеньям Я хотел бы С тобой послужить Пару лет Бог о бок И посмотреть на тебя Когда я тебе дам Нагоняй как пастор Как ты себя поведешь Я хотел бы посмотреть На тебя Когда я сорвусь На тебя Показывая тебе Самые худшие Черты своего характера Я хотел бы посмотреть Побежишь ли ты К братьям Скрывать мою ноготу Или ты Имея любовь Прикроешь ее Я хотел бы на это посмотреть Да Замечательно Когда происходят чудеса Это здорово Но эти чудеса Они отвлекают нас от сущности Они отвлекают нас Порой от того Чтоб мы созидали Плоды в себе Духа Святого А мы начинаем бегать И искать эти чудеса Вы знаете Больше всего чудес Видел израильский народ В пустыне Но написано Однако же Немногие из них Спаслись Я помню как я Нес служение Цыганскому народу И однажды В среду Когда я был у них В гостях И проводил домашнюю группу Вдруг в этот дом Ворвалась женщина У нее был дикий крик Она ужасно кричала Она причитала Я не понимал Что произошло Я думал все Атомная война Ядерная бомба упала Куда бежать Куда прятаться Я остановил ее И спрашиваю Что случилось И она говорит У меня ребенок Ошпарился Она взяла в банке В трехлитровой Скипятила воду И маленький ребенок Которому было всего Лишь около двух лет Он всю эту банку Трехлитровой Когда кипела На себя пролил Представляете Когда мы вошли в дом Ребенок лежал Чуть еле живой Кожа с него Пластами просто Сходила Слазила И это было Ужасное зрелище И я тогда Поставил на колени Всю их семью Я сам встал на колени Я сказал Давайте будем молиться Мы вызвали скорую помощь Скорую помощь Приехала быстро Забрали этого ребенка Отвезли в больницу В Коломне Но там не было Ожогового центра Для детей Его там не приняли И повезли в Реутов На реанимобиле Они везли А мы молились Я не дождался результата Уехал домой На следующий день Я пошел Поехал в этот поселок Где жили эти цыгане Я увидел Этого ребенка Бегающего В доме Оказывается Когда его привезли В Реутов И мы молились За это время Врачи его раскрыли Посмотрели Говорят Что вы сюда его привезли У него нет ничего Бог сделал так Что живая кожа На нем образовалась Ну подождите хлопать Подождите хлопать Ни один из этих людей Не стал дальше жить с Иисусом Ни один Я помню Как у меня В моем подчинении Была девушка Она пришла в церковь Она была Некоторое время Всего лишь верующей И вдруг она мне звонит И говорит Олег Васильевич У меня мама умирает У нее Обширный инфаркт Врачи приехали Даже не забрали ее Сказали Все вот все Я ей говорю Возложи на нее руки Мы будем молиться Она возложила на нее руки И они стали Она стала за нее молиться И мама встала Мама просто встала С постели И врачи уже приехали Через некоторое время Еще подтвердить Или что-то там привести Я не знаю И мама сама Открывает им дверь Они были в шоке Когда увидели ее Ходящей Они ставили ей диагноз Обширный инфаркт Все Нет никаких шансов Она уже в возрасте Но молитва веры Девочки Которая была Женщина Она не девочка Она женщина Которая была Два дня отруду В церкви Она исцелила И поставила На ноги эту маму Что вы думаете Никто из них Сейчас не в церкви И я вам могу Называть тысячу Таких Примеров Где происходили Великие чудеса Но люди Приняв эти чудеса Не стали идти за Христом Приняли как должное И ушли И вы наверное Знаете в церкви У нас Когда люди Пережили чудо Божие Когда Бог Пришел в их жизнь И мне казалось Когда я видел Что Бог и спас Их от смерти И мне казалось Что эти люди Каждое воскресенье Будут на собрании Каждую среду Будут славить Бога Но их нет Нет Их просто нет Поэтому друзья мои Я не против чудес Я больше всех вас Жажду о чудесах Но я хочу сказать Что чудеса Это не самое важное Я хочу сказать Чтоб мы Когда видели чудеса Не пренебрегали Плодами Духа Святого Нам больше нужны плоды Нам нужны изменения В нашей жизни С помощью Духа Святого Итак Давайте Посмотрим На разговор Христа Самарянка У колодца Который находится В Евангелии От Иоанна В четвертой главе С четвертого И почти что До самого конца Я Вот До двадцать шестого стиха Выделил Текст Ну Время коротко Позвольте я не буду Его зачитывать А просто Перескажу Своими словами То что Бог Положил мне на сердце А вы дома Домашнее задание Вам дам Да Прочитаете этот текст И сверите заодно И на домашних группах Разберете Этот текст Но когда мы читаем Этот текст Друзья Мы видим Что Иисус Выходит из Иудеи И идет В Галилею И из Иудеи В Галилею Можно было попасть Двумя дорогами Одна дорога Проходила Через Самарию Через то место Где жил Народ Который конфликтовал С иудеями Иудеями Иудеи Этот народ Откровенно скажу Не то что недолюбливали Они Ненавидели Потому что были Расовые Разногласия Потому что в этой области Жили не чистокровные Иудеи А смешанные народы У них религия Отличалась От иудейства Она Пережила Трансформацию И была отлично От иудейской И Иисус Именно выбрал Эту дорогу Которая проходила Через Самарию Но большинство Иудеи Или сказать так Все иудеи Они обходили Самарию стороной Они шли чуть Длиннее дорогой Ну той дорогой Которая шла В стороне От Самарии Но мы видим Как Иисус Идет в Самарии Я вижу Через это Как многие христиане Они выбирают Себе Удобные дороги Знаете Ходят теми дорогами Чтобы не встречаться С людьми Которые Имеют другое Представление О вере Которые имеют другое Представление О жизни Но Иисус Не такой Иисус идет К людям Которые нуждаются Во спасении Он всегда Говорит Придите ко мне Все нуждающиеся И обремененные И я вас утешу Я вижу Что Иисус Он является Утешителем Для самого Низкого Может быть В социальном Положении Для того Которого Отвергло Общество Иисус Является Утешением Халилюя Слава Ему Вот такой Наш Бог И Он Проходя по этой Стране Он утомился И присел Около колодезя Хорошо Вот русские Они написали Около колодезя Я раньше читал Около колодца И поэтому Иисус Присел У колодца Я говорю А сейчас я прочитал Внимать А там оказывается У колодезя Думаю Молодцы переводчики Правильно Сделали Хорошо перевели И он присел И видит Женщину Идущую Для того Чтобы Черпать воду Знаете Это прообраз Того человека Который нуждается Женщина Самарянка Она была В нужде Она нуждалась В воде Ее жажда Влекла к этому источнику Поэтому я говорю Тот кто не жаждет Он никогда Не придет К этому источнику И она подошла К Иисусу Христу И у них Завязался Разговор Иисус Сам первый начал Он спросил у нее Воды Дай мне Воды Чтобы напиться Понимаете Это вообще не традиционно было Потому что Традиция Израиля Запрещала Мужчине Разговаривать С женщиной Первому Мужчина не должен Заводить был Первый разговор С женщиной А тем более Самарянкой Даже тот факт Если бы Иудей Испил воды Из сосуда Принадлежащему Самаритянам Самарянам То он уже бы был Религиозно Нечист А тем более Если бы он Испил Из сосуда Который был в руках Женщины Самарянкой Это вообще считался бы Наверное Непростительный Грех Потому что Были такие правила Установлены И Равину Иудейскому Подобно Смерти Было Нарушить Я вижу Иисус Христос Он другой Он нарушает Все правила Которые устанавливает Человек Он не просто их нарушает Он разрушает Эти правила Потому что он хочет Установить Божественный порядок В нашей жизни И если ты видишь Что в твоей жизни Что-то рушится Что-то идет не так Что-то ломается Знай Что Бог пришел И хочет Установить Свой Божественный порядок Который может Будет идти Вразрез Тем Установленным правилам В которых ты жил Знаете как Много Бог Разрушает Всяких Разных Языческих Установок В нашей жизни Всяких Разных Религиозных Правил В нашей жизни Бог Потрясает Нашу жизнь Потому что он хочет Установить Свой Порядок И он Привлекает Тем самым Внимание Самарянки И начинает с ней Говорить Она удивлена Почему Иудей Попросил у нее Пить Она понимала Правила Она знала Что иудеи не сообщались С самарянами Но вдруг Тут раввин Просит у нее Пить воды Это ее удивило Но Иисус Удивляет ее Еще больше Тем самым Привлекая Внимание Говоря ей Такую фразу Если бы ты только знала Кто Сидит Перед тобой То тогда бы не я у тебя Просил воды А ты Попросила бы У меня воды Пить Воды От которой Ты больше не будешь Жаждать Знаете Она была Удивлена Она Она смотрела на него И не понимала Как так Как он Может Дать ей воды Почему Он Ставит себя Выше Этого колодца К которому она пришла Она так и говорит Неужто Ты выше Нашего Пратца Иакова Который дал нам Этот колодец Он был глубокий Он имел 35 метров Глубины И он Самое засушливое Время не пересыхал И она так и говорит Иаков И все наше потомство Пили из этого колодца В воду Вы знаете Вода живая Для израильтян Это всякая пресная вода Потому что в пустыне Вода давала жизнь И она так и говорит Этот колодец Он благословлял Весь наш народ Мы пили из этого колодца Мы потребляли эту воду Которая давала нам жизнь И мы И наш скот Мы были благословлены Этим колодцем Который подарил нам Отец И праотец Иаков И она смотрит на него И видит что у него В руках то нет ничего И она так и говорит Как ты можешь Дать мне воду У тебя и в руках то нет ничего Вы знаете Когда у нас есть Неправильное понимание Бога Мы всегда задаем этот вопрос Богу Как ты можешь мне помочь Ибо колодец этот глубокий Как ты можешь меня выручить У тебя даже и в руках нет Как это произойдет Мы постоянно Задаем эти вопросы Видя сложную ситуацию И понимаем что Богу Скорее всего лишь не до нас Ему не до нас Он ничего не может сделать В этой ситуации Он Бог Который сидит на небесах Который управляет всей вселенной Ему нет Нет дела до нашей ситуации Но это не так Бог не только тебя хочет благословить Он не только тебя хочет благословить Потому что когда она задавала ему этот вопрос Друзья послушайте меня внимательно Она не видела в руках его ничего Чем можно было почерпнуть Она не видела сосуда Которым можно было почерпнуть Но на тот момент друзья Послушайте это важное откровение Она не знала Что она сама являлась тем сосудом Который Господь хотел наполнить живой водой Бог говорил о воде Которой текла в вечность Он сказал Да у тебя есть пять мужей И я знаю об этом И я знаю что ты искала в этих мужьях утешение Что ты искала в этих мужьях благословение Но есть нечто большее Которое дает нам благословение Есть вода текущая в жизнь Которую дает Иисус Христос И тот кто будет пить эту воду Он больше не будет жаждать вовек Послушай меня Бог хочет благословить тебя Он хочет напоить тебя водой Но он не просто хочет благословить тебя Он хочет сделать так Чтобы ты стал благословением для других людей Вот его задача Он хочет сделать тебя сосудом в части Который наполнится живой водой И который пойдет нести эту живую воду К другим людям Вот Для других И будете теми кто пойдет в мир И даст людям Вместо отчаяния надежду Вместо болезни исцеления Вместо нищеты достаток Вместо разрухи устройства Вместо поражения победу Вместо уныния радость Вместо смерти жизнь Потому что Бог говорит Я благословлю тебя И сделаю благословением для других Влекуйте перед ним друзья Ибо он Господь Который хочет благословить народы Ликуйте пожалуйста Дайте ему аплодисменты Мне бы со своей жизнью разобраться пастор Но это так работает Когда ты становишься благословением для других Бог благословляет твою жизнь Посмотрите что здесь случается Когда она ему говорит Что мы ждем Мессию То есть Спасителя Который благословит народ Израиля Они ждут того Кто благословит народ Израиля Она ему говорит Там состоялся диалог о том Где надо поклоняться Я опущу это Она ему говорит Мы ждем Мессию И он открывается ей Он говорит Я Есть тот Мессия И смотрите что происходит дальше И сказано Что после того Женщина Оставила водонос свой И пошла в город И говорит людям Пойдите посмотрите Человека Который сказал мне Все что я сделала Не он ли Христос Как только друзья Мы начинаем пить Воду живую Мы оставляем Свои водоносы Мы оставляем Свою эгоистическую жизнь Мы оставляем Черпать для себя В этом заключается Истина Воды живой Если ты пьешь От источника Воды живой Она становится В тебе источником Ты не можешь Устоять на месте Ты не можешь Уже больше Черпать для себя Ты оставляешь Эти водоносы Которыми ты черпал Для себя И ты сам становишься Сосудом В котором есть Вода живая И ты несешь Эту живую Воду К людям Этого мира Для того чтобы Они имели Спасение Так устроено все Она пошла В Самарию В Самарию Она пришла и стала Рассказывать Она стала Евангелизировать Она стала говорить Что Бог сказал ей Она стала Рассказывать им И говорить Идите посмотрите Не тот ли Которого мы ждем Не тот ли Это Спаситель Не тот ли Которого ты ждешь И знаете Народ этот Собрался и пошел Смотреть Ну в это время К Иисусу пришли Его ученики Они отходили Сказано что у них Не было еды И они пошли В Киевси Да они пошли В Киевси Сами покушали Принесли еды Говорят Иисус мы тебе Принесли еды Он говорит Я не голоден У меня есть другая еда У меня есть еда Духовная Которую однажды вкусив Человек не будет больше хотеть Они не знали еще тогда Что человек не только словом Не только хлебом единым жив А всяким словом исходящим из уст И он стал с ними разговаривать И он стал им говорить о жатве Он стал говорить им о жатве И он говорит им такие слова Которыми я хочу сегодня к вам обратиться Я говорю вам Возведите очи ваши И посмотрите на Нивы Как они побелели и поспели к жатве Друзья Возведите очи Отведите их от своих дел пожалуйста Отведите их от своей личной жизни И посмотрите Как поспели Нивы В другом месте сказано Жатвы много делателей Мало Молите господина Жатвы Чтоб он выслал Делателей На жатву свою И сегодня я вам говорю Друзья Бог Объявляет для нашей церкви Годом Жатвы Год жатвы Приходит И поэтому Вот эти реки Воды живой текут Потому что Иисус не на Нивы смотрел Он смотрел на тех людей из Самарии Которые по словам По словам этой самарянки Шли к Иисусу Он видел Это множество людей Он видел тех людей Которому не хотели идти Не хотели идти Иудеи И говорил Жатвы Много И вы знаете Сегодня моя проповедь называется И мертвое станет живым Это будет год Это будет год Не просто обычной жатвы Некоторые думают Год жатвы Мы сядем и здесь церковь Просто заполнится людьми Это будет год Когда мертвое будет оживать Друзья Когда то что погибло Как это Самария Самария Которая считалась негодной Иудеи Иудеи даже не хотели ходить По этой Самарии Но одна женщина Которая рассказала о делах Иисуса Она принесла пробуждение Пробуждение в этот город И они поднялись И пошли к Иисусу И Иисус глядя на них На тех людей Которых все отвергли Говорит Жатвы много Жатвы много Жатвы много Жатвы много Друзья Жатвы много Жатвы много Жатвы много Жатвы много Аплодисменты Аплодисменты